здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать берегов не вы зовут меня дворниченко андрей юрьевич я профессор и заведующий кафедры истории россии древнейших времен до 20 века санкт-петербургского университета надо сказать что уже если уж о себе говорить еще хотя бы несколько слов то уже это лет 46 жизнь моя связана именно с этим университетом поэтому со всей ответственностью могу сказать что представляю петербургскую историческую школу ну между нашими школами тут россии нет каких-то таких уж совсем противоречий антагонизмов но есть какие-то особенности поэтому вот это стоит видимо учесть что точку зрения которая у нас здесь выработана я хочу до вас донести речь сегодня пойдет о древнейшем периоде русской истории это так называемая киевская русь и я хочу сказать что название это условно достаточно поскольку правильнее было бы назвать новгородская тогда уж киевская русь но название закрепилась и речь собственно идет о периодах где-то с восьмого до начала тринадцатого века наше есть конечно еще были ранние проблемы это проблема происхождения славян но я бы сегодня не хотел ее затрагивать потому что эта проблема отдельная и она еще очень и очень смутная но вот если мы хотим проследить историю россии с тех времен которые нам понятно и ясны то начинаем где-то с момента расселения восточных славян можно показать первую к первую слайд вот обратите внимание это карта на которой изображено расселение восточных славян напомню вам может быть вы это и знаете что в современном мире славяне делятся на три группировки крупнейшие это восточные куда входят русские украинцы и белорусы западные славяне это поляки словаки чехи и южные славяне это я не буду их перечислять все население как мы говорим бывший югославии ну то есть население балканского полуострова славянское мы исходим из того что накануне расселения славян вот с которого я как раз и начинаю свой рассказ сформировались три праславянские группировки но они вот здесь не показаны они их исследователи помещают в разные места но для меня важно что отметить что в результате распада тех праславянских группировок возникло вот это расселение которое вам здесь показано славяне их называют восточные славяне как я уже отметил заселили как вы видите достаточно большие территории восточной Европы от с севера и до самых южных пределов и делятся они на определенные группировки которые в летописи а я еще скажу о летописи древнейшей называются родами их иногда называют племенами но может быть можно это называть какими-то племенными группировками потому что назвать просто племенем наверное было бы не совсем правильно уж больно большую территорию каждая такая группировка занимает как узнали как убедились в том что можно доверять дело в том что вот это расселение сначала было известно из описания летописного есть так называемая повесть временных лет название тоже условное но это наша древнейшая летопись и в этой летописи сказано что вот так славяне расселились по восточной Европе на самом севере поселились Словении Ильминские Дальше западные Кривичи которые заняли большую территорию Дреговичи Поляне Северяне Вятичи ну и так далее долгое время исследователи не доверяли сообщению летописи летописи но потом выяснилось что после долголетних археологических раскопок что вот это расселение можно подтвердить археологически дело в том что с каждым вот этим так называемым племенем связано определенное украшение покажите пожалуйста второй слайд вот видите это так называемые височные кольца ну что это такое это древнеславянские женщины надев на голову соответствующий обруч в районе виска прикрепляли к этому обручу вот такое украшение и выяснилось что каждое из таких украшений отличается одно от другого и каждое из этих украшений можно связывать с одним из тех племенных союзов верните пожалуйста первую карту спасибо вот так расселились славяне ну еще раз повторяю что мы не можем так уж сейчас точно определить что это были за коллективы кто-то говорит из исследователей союзы племен ну вот мой первый учитель любил очень слово такое народцы то есть небольшие народы народцы но довольно рано у этих славян древних выделяются центры и так уж получилось что ну вот что это за центры я думаю что их лучше всего определить как вождество вообще одно из величайших достижений современной антропологии науки о человеке истории социологии ну и многих других наук на мой взгляд является вот эта идея о вождестве о том что в какой-то период истории человечества появляются коллективы возглавляемые вождями ну и вот здесь мы как раз присутствуем как я убежден вот при таком как раз появлении вождеств два крупных центра два крупных вождества здесь появляется это на севере извините извините и это Новгород вот на карте вы видите на самом севере находится Новгород это центр славян Эльминских а в Поднепровье на территории современной Украины находится город Киев где тоже возникает крупное вождество вот почему я и хотел сказать что уже собственно об этом и сказал что наверное не совсем правильное название Киевская Русь это Новгородско-Киевская Русь одна из самых сложных проблем которая связана с вот этой самой ранней историей это проблема ну некоего пусть временного но объединения этих земель как это происходит и в связи с этим объединением еще одна проблема это может быть одна из самых таких интересных проблем и важных для всего нашего населения я имею ввиду современных стран которые здесь существуют это проблема Руси откуда собственно взялось само понятие Русь русские и вот ну как это часто бывает в науке иногда этногенез понятен и происхождение названий а иногда и не очень и вот здесь источники разнятся своих данных у нас есть данные нашей летописи и данные арабских источников а есть данные источников византийских византийских хроник и вот когда мы эти все сведения собираем то оказывается что ну вот трудно уловить откуда все таки могут быть вот те первые русские и кто они такие дело в том что например летопись говорит о том что они пришли с территории скандинавии славений там сказано и же ныне зову моя русь то есть вот они выводят их с территории скандинавии в то же время многие исследователи с 18 века не хотят я имею ввиду в россии с этим смириться и приводят другие доказательства в пользу того что русские происходили с территории и название саму Русь русские что это с территории южной ну вот как раз где-то за Киевом туда уже ближе к черному морю вот эти названия они существуют с древнейших времен еще со времен до славянских как считают ну пока ставить точку в этой дискуссии рано но ясно одно что в определенный момент землей русской стала называться территория где-то в среднем под Днепро то есть вокруг Киева вот обратите внимание как раз такой треугольник здесь на карте если вы видите три города Киев Чернигов и Любич и вот этот если соединить линиями эти города получится такой небольшой треугольничек скорее всего как считает большинство исследователей вот именно эта территория и называлась русской землей правда есть версия что с самого начала русской землей называлась вся территория расселения славян ну как я уже сказал тут пока вопрос спорный нам важно что отметить что политическая история Древней Руси хотим мы того или нет вот часто тут у нас не всегда довольны этим исследователи были начинается с 862 года когда как в летописи сказано новгородцы теперь мы вот посмотрите на север Новгород новгородцы пригласили ну в летописи сказано что не только новгородцы и другие окрестные племена пригласили на княжение Рюрика князя Рюрика из территории Скандинай надо тут вспомнить что время восьмого и особенно девятого века это время мощной экспансии скандинавов так называемых норманов или как их называли на Руси варягов ну есть еще название викинги викинги это название скорее не всех варягов или норман а прибрежных конунгов то есть ну части вот как раз той самой бодрой энергичной части которая осуществляла эти свои захваты и свои эти походы и надо сказать что вот в это время варяги как их на Руси называли или викинги норманы как их называли в западной Европе они были реальные угрозы дело в том что они ну считается что они в это время даже добрались до североамериканского континента на своих судах они бороздили воды и Балтийского моря и доходили до Средиземного моря ну а что касается будущей Руси будущего будущей Киевской Руси о которой я сейчас говорю то здесь они двигались по рекам известен так называемый древний очень путь из варяг в греки когда по системе рек вот они тут перед вами на карте можно было из Балтийского моря попасть в Ладогу Волхов через Волхов в Ладогу ну и так вот по рекам по Днепру двинуться дойти до Черного моря а уже вдоль побережья Черного моря добраться до столицы тогдашнего мира Константинополя столицы Византийской или Восточной Римской империи тут на карте не видно но вы представляете себе нынешний Стамбул Турцию вот это как раз есть историческая земля Византийской империи обратите внимание на нее потому что в жизни древней Руси она будет играть очень большую роль в 862 году был призван Рюрик ну и как считается может быть с двумя братьями а уже 882 году ну эти даты они достаточно условны тем не менее мы на них ориентируемся не то сын не то вернее лучше сказать полководец Рюрика князь Олег двинулся на юг вез он на руках ребенка князя Игоря вот этот считается был сыном Рюрика и добрался до Киева ну вот этот момент ну вот иногда пытаются найти момент начала русской государственности и связать его или с 862 годом или вот с этим 882 годом но я категорически противник такого подхода ну почему еще скажу ниже но сейчас скажу хотя бы то что да и вы сами я думаю это понимаете что с одной вот какой-то даты начинать историю государственности вообще нельзя но тут есть еще и другие соображения которых я еще скажу и вот время правления Олега в Киеве это время когда вождество это киевский я все время придержусь этого слова вождество потому что считаю что нет оснований в данном случае еще нам говорить о государстве государство это еще сложиться не успело это вождество киевский князь опираясь на местное население а здесь жили поляне накладывает дани на окрестные племена и вот образуется такое достаточно рыхлое образование рыхлое такое объединение ну может быть что верхушку этого объединения составляли те самые русы покажите пожалуйста третий слайд здесь художник видите изобразил похороны знатного руса вот эти похороны по обрядности своей в полной мере совпадают с тем что мы знаем археологическим материалом и связаны связываем с норманами со скандинавами так что я что хочу сказать вот тут самое главное что знаете у нас еще восемнадцатом веке зародилась такая дискуссия под названием нормандская проблема одни историки признавали норманство то есть скандинавское происхождение этих первых князей другие видели в этом некое ущемление своих национальных своего национального достоинства и возражали с моей точки зрения сейчас это дискуссия уже особого значения не имеет поскольку за это время мы уже точно убедились что конечно же это нормандская династия но сам по себе приход нормандской династии как это было и в других странах других землях ничто ничего обидного для местного населения не означает потому что прошло несколько десятилетий столетий тем более и норман здесь фактически ословянились можно так сказать обрусили ну а то что нормандская это была династия покажите пожалуйста четвертый слайд видите это родовой знак Рюриковичей родовой знак Рюриковичей принадлежащей ну это на монете принадлежащей роду Рюриковичей потому что с этого времени род Рюриковичей пошел и он будет главенствующим на Руси вплоть до смерти Ивана Грозного то есть до конца шестнадцатого века до конца шестнадцатого века ну а я хочу сказать еще несколько слов вот об этом периоде когда сложилось такое вождество фактически объединенное вождество два вождества объединились новгородское и киевское и как результат могущество возросло с окрестных племен собирали дани на собранные средства организовывали походы это время походов прежде всего на Константинополь ну вот жена князя Игоря княгиня Ольга покажите пожалуйста пятый да вот ну это вы видите конечно же изображение уже девятнадцатого века художник так представил себе княгиню княгиня Ольга совершила поездку в Константинополь уже с целью не завоевания не нападения а с целью культурной она крестилась в Константинополе и потом вернувшись пыталась крестить и Русь ну видите время еще для крещения было не подготовлено сын княгини Ольги князь Святослав это был еще в полной мере язычник и он не хотел креститься он совершал далекие походы как и прежде накладывая дань ну что такое дань это очень древняя повинность плата за мир я бы так сказал нападает одно племя на другое и если побеждает то накладывает дань они должны выплачивать дань если не хотят продолжения войны с именем Святослава связаны многие победы он разгромил Хазарский Каганат государство которое существовало в низовьях Волги и пред Кавказьи и угрожало часто русским землям а потом он двинулся по пред Кавказью воевал на Балканах это время которое в немецкие науки ну правда для Европы называют вот такое время бурей и натиска то есть это время еще варварских походов варварских набегов но уже близилось и другое время и оно приходит с сыном Святослава князем Владимиром Святославичем князь Владимир это фигура которая знаменует уже распад прежнего вождества вождество при Владимире достигает при Владимире и его сыне Ярославе мудром то есть это время конца десятого начала одиннадцатого века это время когда вождество достигает своего расцвета и в то же время мы ну мы это естественно наблюдатели ученые замечаем процессы распада которые наблюдаются в этом обществе а в чем этот распад состоит дело в том что дело в том что это общество оно еще пока основано на родовых отношениях на родоплеменных вождества это родоплеменные отношения здесь господствует именно родоплеменные Но в это время, в конце 10-го, начале 11-го столетия, происходит распад родовых отношений, и отношения эти преобразуются в территориальные. Ну, на слух это, наверное, несколько так странно может звучать, но достаточно, наверное, понятно. Вот есть родовая община, где все родственники, родовой коллектив, а есть община территориальная, где наряду с родственниками живут уже и соседи какие-то, приходящие люди. То есть, вот это так называемые территориальные связи, которые с меня, они приходят на смену родовых. И это приводит к тому, что то древнее вождество начинает отступать. Но это все, конечно, происходит не в одночасье. И с именем Владимира связано крещение Руси. Вот это время, когда Владимир производит крещение. Процесс этот сложный. И, конечно, из-за сложности источников мы его очень-то так уж не представляем, наверное, досконально. Но многое знаем. Известно из источников русских, из той же летописи и из византийских хроник, что Владимир осуществил некую процедуру выбора. Он рассмотрел разные религии. Ну, здесь, наверное, не все, правда. Есть какая-то выдумка уже более поздних летописцев. А ведь эти первые летописи, они составлялись уже не ранее 12 века где-то. Уже сколько времени прошло с той поры. Но все-таки в основе, наверное, это правда. И Владимир отверг все веры. Ему не понравился ислам, как там в летописи сказано. Не понравилось ему христианство именно по католическому образцу. Не понравилась ему и иудейская религия. Но вот понравилось ему православие, которое было рекламировано ему из Константинополя. Ну, собственно, с чем это связано? Наверное, с тем, что все-таки влияние Византийской империи было очень велико. К тому времени, правда, еще ведь не произошел распад церквей. Распад церквей – это 1054 год, а это, видите, еще 988. Но все-таки различия были уже значительные между церквями. И Владимир выбирает православие, что, конечно же, во многом определило всю дальнейшую судьбу и России, и тех стран, которые сейчас здесь существуют. Я имею в виду Украины, Белоруссии. То есть, восточных всех славян определила судьбу, потому что уже восточные славяне стали адептами именно православной. Они стали православными крестьянами. И здесь была сокрыта вся дальнейшая судьба, и в области культуры особенно. Но если продолжить вот это мое повествование, мой рассказ... Да, кстати говоря, покажите, пожалуйста, шестой слайд. Вот обратите внимание, это Киевская София. Это сердце всего православия древнерусского времен Киевской Руси. Но, конечно, собор этот уже, честно говоря, мало говорит о том времени, поскольку это уже украинская барокко 17 века, насколько я понимаю. Но вот видите, вот тут есть части такие темные. Это при реставрации оставлены кусочки старого того собора. Он был величественным, ведь он и сейчас достаточно величественный собор. Ну, не знаю, насколько он равен, не равен Софии Константинопольской, но должен был воплощать именно... Почему крестилась Русь? Вот вопрос интересный и достаточно сложный. Я считаю, ну, собственно, не только я представитель того направления, которое я представляю. Считаем, что это было еще крещение в рамках язычества. Как вам, может быть, не покажется это странным, но сам по себе акт крещения, по нашему убеждению, это был еще акт языческий. Потому что сам Владимир еще языческий князь. И он старался воплотить свои языческие мечты. А почему христианство? Да потому что завидовал просперити, так сказать, процветанию этого самого византийского царства, рамейского царства, как его называли на Руси. Так что это были еще первые шаги христианства. И довольно тяжелые, потому что основная масса населения оставалась языческой. Правда, уже при преемнике Владимира, при князе Ярославе, получившем прозвище Мудрого. Ну, Мудрого, потому что вот он как раз политику проводил и на продвижение православия. Именно при нем был построен этот собор, который вот вы видите. И при нем был принят устав Ярослава. И при нем начинается древнее русское законодательство. Потому что Ярослав Мудрый дает, как сказано в летописи, первый закон. Это так называемая русская правда. Ну, древнейшая правда ее называют. Или правда Ярослава. Это еще достаточно примитивное, можно так сказать, простое законодательство. Оно еще рассчитано на архаическое общество. Вообще, наверное, вы поняли из моих слов, но я об этом еще скажу, что я не склонен модернизировать это общество. Оно еще в значительности, что делают, кстати говоря, историки. Иногда, может быть, из лучших побуждений. Но Ярославу Мудрому приходилось, и не ему только, вести постоянную борьбу с кочевниками. Потому что, как волны набегали на территорию Древней Руси, на территорию Киевской Руси, волны кочевников Тюра. Сначала это были авары, потом хазары, потом печенеки. И вот к временам Ярослава Мудрого, несколько позже, вернее, уже после его смерти, это оказались половцы. Половцы, которых называли, сами они себя называли кубчаками. А потом, а в Западной Европе тоже их по-разному называли. Ну, не так это важно. Важно то, что это была постоянная борьба. Вот наш великий историк Соловьев называл даже это борьбой леса со степью. То есть лес это славяне, а степь это кочевники. То кочевники наступают, степь, то есть лес отступает, то наоборот. И для того, чтобы как-то сдерживать натиск кочевников, приходилось строить специальные сооружения, специальные укрепления и ставить заставы. Вот покажите, пожалуйста, восьмой слайд. Это художник изобразил, ну так, по мотивам уже народного творчества Былин, знаменитый художник 19 века Воснецов, изобразил богатырскую заставу. Вот тут Илья Муромец, Алеша Попович, Добрения Никитич, они стояли, такие заставы были разбросаны по всей границе с Половцами, а раньше еще с Печенегами. Ну и должны были как-то сдерживать натиск этих вот кочевников. Так, видите, происходит постепенное, как я уже отметил, видоизменение этого общества. Вот теперь очень важный вопрос. Во что, собственно, преобразуется это общество? Вот то, о котором я все время вам говорил. Это народоплеменное общество. И здесь вы можете найти в старой литературе, ну как в старой, в советской, отжившую же сейчас понятие, феодальная раздробленность или как-то еще. Вот я вам излагаю нашу точку зрения, которая заключается в следующем. Вот чтобы понять дальнейшую судьбу этих земель, нужно обратить внимание на такой феномен, на такое явление, как древнерусский город. Потому что именно с городом связано дальнейшее политическое развитие Руси, киевской, в XI-XII веках. Речь идет о том, что на смену вождеству приходят так называемые города-государства Древней Руси. Ну что-то, это условное тоже научное название, города-государства. Покажите, пожалуйста, 9-й, ну следующий, да. Вот, видите, вы помните ту карту, там племенные образования, племенные образования 9-го, 10-го веков. А теперь в XI веке на смену им приходят вот эти, как я их обозначил, города-государства. Ну, что это, еще раз хочу поставить вопрос, что это значит. Вот здесь огромную роль начинают играть города. Что такое древнерусский город? Я бы отметил его значительное, а может даже кардинальное отличие от западноевропейского коммунального устройства. Дело в том, что в основе древнерусского города лежит община. Древнерусский город фактически является продолжением сельской местности. Не отличается, так уж кардинально, значительно не отличается от сельской местности. Это община. И это ключевой, очень важный момент. То есть, вот посмотрите на карту и вы увидите, что в основе каждой такой земли, на которой теперь уже распадаются те бывшие древние сообщества племенные, находится вот такая земля, где в основе лежит главный город. Значит, видите, ну, во-первых, такая земля образуется вокруг Киева, вокруг Новгорода, как тех древних городов, еще ранних. Но она, эта система образуется и вокруг других городов. И эта система носит вот такой характер. Главный город и зависимые от него пригороды. То есть, главная городская община и зависимые от нее пригородские, так сказать, как они назывались, общины. Ну, система, в общем, напоминающая современную, если так посмотреть внешне. Мы все знаем, что мы в большом городе живем, а у нас где-то в округе есть, тоже мы их часто так на русском языке и называем, пригороды. То есть, город-пригород, то есть, более мелкий город, привязанный к более крупному. Но здесь это имело несколько иное значение, потому что это была система соподчиненных общин. И еще один очень важный момент. Дело в том, что в основе этой системы в политическом смысле лежала вечер. Вот покажите, пожалуйста, десятый слайд, так, чтобы представить. Ну, вот здесь показано, что такое вечь. Вече – это народное собрание. Ну, то есть, собрание всего народа данного главного города. В данном случае показана уже несколько более поздняя вечь. Хотя, вот так оно и выглядело. Народ собирался на вече по звону вечевого колокола и решал свои проблемы. Это была непосредственная демократия. Весь период древней Киевской Руси – это период непосредственной демократии. Ну, тут напомню вам, что все мы сейчас стараемся развивать в наших странах именно демократию представительную. То есть, мы избираем кого-то куда-то, да, в парламент, еще в какие-то организации. А в древней Руси такого не было. Это было непосредственно. То есть, вот собрались люди и, ну, не всегда умели соблюсти порядок, надо сказать. Иногда дело доходило до столкновений и даже, извините, до драк всяких между ними. Но тоже не надо, знаете, представлять дело так, что это был какой-то хаос, что это не было никакого порядка. Там был свой порядок. Даже вот есть такая версия и доказательная, что были даже сидения, где они сидели, чинно важно. И решали, вот, ну, вы можете спросить, а что же получилось с княжеской властью? И вот я бы на это так ответил, что последующий период, о котором я вам уже рассказываю, это 11 век. Это время, когда княжеская власть отнюдь не утратила свое значение, но она изменила это значение. Теперь князь все больше и больше становился народным избранником. То есть, в каком смысле? Князь зависел от воли вот этого самого веча, этого народного собрания. Видите, устанавливается вот такие, устанавливается такая система, что народ волен в князьях. И если князь не нравится, то ему могут показать путь чист. То есть, вот, поиди князь, как это по-древнерусски говорили, не надо бен нам. Называлось показать путь чист, выгнать просто из города могли князя и призвать другого. Вот тут и была такая система. Городская община решает, а есть род Рюриковичей, вот того самого Рюрика, с которым мы с вами начинаем. Род Рюриковичей к этому времени разветвился, расплодился. Ну, вы знаете, столько стало князей, что... Ну, вот мой первый учитель Владимир Васильевич Мавродин, первый мой учитель в университете, еще студентом я был, наверное, единственный историк, кого я знаю, который всех этих князей помнил. У него была какая-то феноменальная память. Запомнить их, ну, практически невозможно, потому что их уже стало много ответвлений вот этого рода. И горожане могли выбирать из этих ответвлений себе князя, которым им больше нравится. Ну, были ответвления, были эти княжеские ветки, которые были наиболее им интересны, наибольшей степени нравились. Ну, и вот они из них-то в основном и выбирали себе князя. Как это происходило? Ну, на том же вече. Причем они могли пригласить к себе и представителей пригородов, ну, то есть жителей пригородов вот тех самых. Была вот такая система непосредственно демократии. В эту систему, естественным образом, могла как-то войти, вошла, собственно, и княжеская, как я только что сказал, власть, и церковная. Это время, когда церковь уже получила организацию на Руси. И были епископы по этим землям, был митрополит в Киеве. Кстати, церковь была во многом объединяющей такой силой. Но в то же время церковь оказалась в зависимости от этой народной стихии. Потому что стихия-то была, знаете, еще во многом языческой. И народ часто реагировал на такие вещи, которые нам сейчас покажутся странными. Ну, в чем могли обвинить князя или епископа? В том, что не урожай, в том, что скот не плодится, в том, что в тех или иных бедствиях. И в этом случае народ очень сурово мог поступить. Он мог и епископа изгнать из города. И такие случаи известны. В то же время могли избрать епископа. Вот это, обращая ваше внимание, вот на этот элемент выборности. В этом смысле, ну, в свое время, когда мы стали об этом писать и говорить, то сравнили. И сейчас, мне кажется, что это вполне правильное сравнение. Вот эти города-государства древнерусские с древнегреческими, обратите внимание, архаическими. Ну, конечно, не времена Солона, скажем, Афины, а архаического полюса. Там архаическая Спарта, архаические Дорийские какие-то еще полюсы. Вот это сравнение мне сейчас кажется очень, как говорится, работающим. То есть, действительно, наши восточнославянские города-государства, вот эти, весьма напоминают древнегреческие полюсы. Ну, время прошло, уже мы об этом стали писать в 80-е годы прошлого века. Теперь, мне кажется, название не совсем удачным. Хотя я сразу сказал, что оно условное, вот это города-государства. Почему не совсем удачным? Потому что дело в том, что города-государства. А и эта стадия мне представляется еще не дошедшей до государства. Потому что там это было вождество в 9-10 веке, а теперь это полюс тоже еще догосударственный. Здесь еще нет атрибутов, каких-то признаков. И, по сути, здесь нет вот еще сложившегося государства. То есть, я хочу сказать, что возникновение уже того, что мы можем в полной мере называть государством, уходит за пределы киевского периода. Вот важнейший, пожалуй, вывод, который я хочу сделать из того, что говорю. Ну, для полноты картины тут что можно сказать? Что эти полюсы, они основывались на достаточно простой системе социально-экономической. Достаточно простое хозяйство тут было. И если говорить об этой социально-экономической системе, то главное, что здесь еще не было развито крупное землевладение. Знаете, вот нет, на мой взгляд, ошибки более такой досадной, когда начинают говорить, что в Киевской Руси было уже крупное землевладение, феодализм подобный европейскому. Ну, не буду эту проблему сейчас затрагивать, потому что и касательно Европы уже очень многие сомневаются в феодализме. Будем более нейтрально говорить, не было крупного землевладения. Вотчина, как она называлась у восточных славян, была уже. В ней работало зависимое население. Нам известны категории этого зависимого населения смерды, закупы, прощейники, ну, целый ряд таких вот, изгои, целый ряд таких зависимых людей. Но дело в том, что вот эти вотчины были островками моря свободного общинного землевладения. В основе была свободная община, и она не давала, естественно, развиваться таким формам эксплуатации. Народ был свободен, были рабы. Можно поделить общество и по такому принципу Киевской Руси. Свободные и рабы. Но рабы обычно были все-таки в большей степени в это время иноплеменниками. Те, которые были захвачены где-то во время военных действий. Вот такое, видите, общество. Был один очень негативный момент, который сказывался на силе, на стабильности общества. Эти города-государства, они, к сожалению, как это было и в Древней Греции, находились в постоянной вражде друг с другом. И это, конечно, ослабляло Киевскую Русь в преддверии грядущего монгольского нашествия. К тому же была тенденция распада этих вот более крупных городов-государств. Ну, вот покажите, пожалуйста, одиннадцатый, допустим, слайд. Вот это знаменитый Новгородский Кремль. Я тут бывал, вот прохаживался тут, помню. Так что, ну, он, правда, восстановленный, реконструированный. Новгород – это очень мощный город-государство. И он долго не распадался на составляющие. Но потом от него отделился Псков. Сейчас тоже такой город, отдельная Псковская область и сейчас существует. И этот процесс шел во всех землях, в том числе и в северо-восточной Руси. Вот покажите, пожалуйста, двенадцатый, следующий. Видите, какая красота. Это во Владимирской. Это недалеко от города Владимира. Я помню, тоже ездил сюда посмотреть. Храм Покрова на Нерли. Это типично Владимирская архитектура северо-восточной Руси. Ну, вот северо-восточная Русь. Там древнейшие города. Ростов, Суздаль. А потом выделяется Владимир. И Владимир начинает на себя перетягивать. И весь этот город Ростов-Суздальский распадается на более мелкие города-государства. И видите, вот какая здесь динамика событий. Сначала все борются с Киевом. Потому что вот эти все города-государства, они формируются в борьбе с Киевом. А потом уже они сами начинают распадаться на такие небольшие города-государства. И те, в свою очередь, борются со своей столицей. Вот в процессе становления своего. Вот этот распад на такие общины, на такие волости. Это еще называлось в древнерусском языке волость. Ну, от слова власть. То есть власть главного города, главной общины над округой. Вот отсюда слово волость. Вот перед нашествием монгольским Русь представляла из себя целое море вот таких общин. Далеко не всегда между собой находящихся дружеских, как я вам уже сказал, отношений. Ну, вот если так в общих словах говорить, то вот что представляет собой сама динамика развития, на мой взгляд, событий, процессов, которые шли в Киевской Руси. И здесь мне остается только на один, пожалуй, еще вопрос, который я же и поставил в начале ответить. Так, чья же это история? Видите, это, ну, наверное, нет смысла вам говорить. Вы и сами знаете это как. История такая наука деликатная и тонкая, что она очень зависит от хода самой истории. Да простится мне вот такая тавтология. История зависит от хода истории. Когда ваш покорный слуга начинал свою деятельность, то был Большой Советский Союз. Наверное, вы тоже помните такое исчезнувшее государство. Советский Союз. Теперь на той территории, где когда-то была вот эта славная древняя Киевская Русь, существует, соответственно, три государства. Россия, Российская Федерация. Ну, Российская Федерация большая, она туда еще дальше идет. Сибирь. А здесь в основном Украина. В основном Украина охватывает территорию. Белоруссия значительной части. Вот если вспомнить ту первую карту, как раз расселение Кривичей, Дреговичей, это все ныне Белоруссия. Естественно, что между этими странами сейчас, между историками и общественным сознанием возникает противоречие. Чья это история? Кто-то тянет одеяло на себя. Кто-то считает, что это украинское. Ну, вот украинцы очень любят говорить, что это украинская история. Ну, в России тоже. Я здесь предлагаю свое решение этой проблемы. Не потому, что характер у меня мирный. Ну, и это тоже. Но я, собственно, об этом и писал. Кстати говоря, если вам будет любопытно, то я думаю, ну, можно ссылку прислать. Дело в том, что я занимаюсь журналом. У нас там Вестник Санкт-Петербургского университета. И я там как раз на эту тему в 16-м еще году статью написал под названием The Place of Kiev and Russia in History. Ну, на английском языке. И схожу из того, что эта история ничья. То есть она общая, так скажем. Лучше так сказать. Не то, что ничья, а совершенно общая. Почему? Потому что это наша античность, я бы так сказал. Наша восточно-европейская античность. Есть античность в Западной Европе, вы знаете. Кто там является наследником античности. Сейчас не буду в это дело ее встревать. Там вопрос достаточно тоже деликатный и спорный. Но, тем не менее, мы все знаем, что есть античность. Есть переход от античности к Средневековью. А здесь, видите, тоже своего рода античность. Потому что все современные страны, будь это Россия или Украина или Белоруссия, они являются наследниками вот этой вот богатейшей по-своему нашей античности. То есть Киевской Руси. Другое дело, что, видите, по моему тоже разумению, по моему мнению, в этой античности еще мало было определенного. Здесь еще не сложилась государственность вот такая уже четкая, твердая. Здесь еще и религия не устоялась. Потому что христианству приходилось постоянно бороться с язычеством. И культура тоже была такая переходная, знаете. Тут древнерусский язык как-то интересным образом объединялся с церковно-славянским языком. Здесь были свои плюсы, здесь были свои и минусы. Видите, то, что Древняя Русь прибилась, так сказать, к Византии, здесь были и свои плюсы, и свои минусы. Потому что, с одной стороны, мы получили нашу грамоту, нашу письменность от солунских братьев Кирилла и Мефодия. И в России никогда не было, в Древней Руси никогда не было вот такого противоречия, что, ну вот, латынь и родной язык. Но, с другой стороны, вот я сейчас латынь изучаю усиленно, потеряв свое время, значит, время, и не изучив сейчас наверстываю, потому что, а куда же без латыни, без латыни. То есть, многое мы и потеряли, если бы мы присоединились. Ну, история не знает сослагательного наклонения, к сожалению или к счастью, что было бы, если бы вот оно так получилось, и так оно уже не есть. Вот, можно долго рассказывать, но вы же понимаете, что, ну вот, допустим, мой труд на эту тему. Тут все это, эти тома рассказать довольно трудно. Я попытался изложить современное видение вот этой проблематики. Спасибо за внимание. Может, вопросы, я готов на какие-то вопросы ответить. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, у меня есть несколько вопросов для вас. У меня осталось некоторое сомнение, некоторый вопрос по поводу Украины и городов, которые назывались как бы русскими, такие как Киев. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в 20 веке, во время советского режима, что-то подобное происходило с Прибалтикой. Но с Украиной это произошло еще раньше. Вопрос мой такой. Книгиня Ольга. Вот вы показывали фотографию, у нее крест в руках, но это ведь не православный крест, мне показалось. Мне показалось, что это католический крест. У меня еще есть вопросы, но давайте я пока остановлюсь. Так, да, вопрос в данном случае в чем состоит? Ну, вы знаете, я честно вам скажу, я не такой знаток этой традиции, но думаю, что это вряд ли католичный. Потому что очень странно, я вижу не православный крест, не русский православный крест, а именно типичный католический крест. Ну, вы знаете, я тут ответственности не могу нести, потому что вообще-то, нет, я что хочу сказать. Это картина-то 19 века, хочется какой-то видеоряд создать. А как его создашь? Ведь картина 19 века, художник, это, по-моему, Нестеров, если я не ошибаюсь, могу ошибиться. И это же художественный вымысел. Хотя, по большому счету, ты все же не успеваешь рассказать. Это было время, вот как раз княгине Ольге, когда приезжали туда, в Киев, и миссионеры от Папы, собственно, были контакты, это известно, вот это факты известные. Вот это был как раз момент такой, когда древнерусские земли могли двинуться или туда, или сюда в плане христианства. Так что, может быть и такое, где-то, и в науке, кстати говоря, это обсуждались вопросы, то есть степень влияния католичества, может, тоже мы не должны совсем преуменьшить для того раннего времени. Когда решался вопрос, к чему, собственно, прислониться, так сказать, что принять. Вот, если касательно Креста, а касательно другого вопроса, я не совсем понимаю, вот это вот Украина, и в чем суть вопроса? Вопрос в том, какая связь? Вот, например, вы сказали, что феодализм в России как будто бы не существовал, он существовал в Западной Европе. Я тогда спрошу, Россия, Украина, Белоруссия, это Европа или нет? Вот как мы здесь проводим различия, потому что если мы говорим о России, Украине и Белоруссии как о европейских странах, то я бы сказал, что в средние века там происходило примерно то же самое. Вы тоже ведь об этом говорили, города-государства, но вы сказали, что такое ощущение, что феодализм в России как бы и не существовал никогда, а мне кажется, что он существовал. Да, это мое глубокое убеждение, что его никак, ни в каком виде, никогда здесь не существовал. Но я другое хочу сказать вот насчет Европы, ведь Европа это тоже, ведь что такое Европа и что такое феодализм. Сейчас вот когда непредвзято смотришь, что феодализм может быть только где? Франция, Англия, Испания, Германия, вот и все. Потому что вот где не было феодализма совсем, так это Скандинавия, например. Наш выдающийся скандинавист перед смертью сказал, ребята, я имею в виду Арон Яковлевич, никакого там не было феодализма, а было там общество бондов крестьянское. И знаете, вот я собираю фигурки этих самых рыцарей, когда куда-нибудь приезжал. Ни в одном местечке Скандинавии нет ни одного рыцаря, нет ни одного феодального какого-то манера или чего-нибудь такого. Так что я к чему это говорю, что в Европе тоже там по-разному, но я-то ведь только за Россию ответчик. В том смысле, что я ее историю изучаю, я не решусь, знаете, о Европе так вот рассуждать. А Россией могу, потому что вот эти все 46 лет, о которых я сказал, я над этим бьюсь. И за все это время все мои попытки какой-то феодализм вот такой обнаружить. А за это время, видите, что получилось, и к феодализму уже отношение крайне изменилось. И изменилось в негативную сторону. Ну, вопрос этот, честно вам скажу, конечно, он бесконечный касательно феодализма. А что касается Европы или не Европы, ну это ж в общем, ну я не знаю, меняются названия. Мы, например, в Советском Союзе всегда именовали Среднюю Азию Средней Азией, а, конечно, лучше ее называть. Ну, континент, ну и я не совсем понимаю суть вопроса, что, ну и континент, да, и что. Вот Восточная Европа, наверное, можно так назвать. А как иначе? Восточная Европа, дальше идет Центральная Восточная Европа, как вот чаще всего германские ученые именуют, ну и не только германские. Дальше идет просто Центральная Европа, а дальше идет уже, не знаю, такого понятия Центральная Западная нет, а просто уже Западная Европа так идет. Ну вот так вот примерно. Ну ведь это все достаточно условно, так, в действительности получается. Так что вот я не совсем понимаю суть вашего вопроса. Европа ли, Украина и Россия или что? Да, да, европейские это страны? Я думаю, что да, Восточная Европа, так называемая. Ну, то есть Восточная Европа, это устоявшееся название того же. Да, 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 понятно. Вот. Буду рад еще. Да, да. Семеоги? Да, да. А, да? Хорошо. Нет никаких вопросов, просто я хотел сказать спасибо. Из Хорватии я студент, и мне казалось, очень интересная лекция. И даже мне казалось очень интересно то, что вы сказали, что на самом деле название «Новгородская Русь» это, наверное, не самое правильное, и что надо было сказать, типа «Новгородская» или «Русь», наверное. И да, и просто я был в Великом Новгороде в прошлом году, и мне казалось там очень интересно. И я как-то не знаю, как это сказать, но вопрос может быть такой. Вы думаете, что есть какое-то последствие такой демократической системы? И да, вот у меня такой вопрос. Ну, видите, вот она, эта демократия, даже в том виде, как она сформировалась в Киевской Руси, она ведь еще очень долго живет. Дело в том, что тут надо иметь в виду судьбы дальнейших этих земель. А судьбы были такие, что территория-то основная, сейчас, кстати говоря, это мой главный интерес научный, вся территория Киевской Руси в основном-то вошла в состав так называемого Великого Княжества Литовского и Жамойцкого и Русского. И в этом княжестве демократические эти традиции, они продолжали жить, потому что так уж сложилось, но это отдельная история, отдельная тема. Великие князья литовские придерживались принципа «Мы старины не рухаем, а новин не водим», то есть не разрушаем старое, а новое. Ну, новое вводили, но очень осторожно. И поэтому продолжали жить эти демократические традиции. Более того, они продолжали жить в какой-то степени, и какое-то время даже неизменно, и в рамках монгольского завоевания. Это в северо-восточной Руси, и даже вновь возникающих городских центрах, таких как Москва там и другие, она, эта демократия вечевая продолжала жить. Но наши историки с 19 века, могу сослаться на Сергеевича Василия Ивановича, нашего университетского, который замечательно был, но не буду всех, я читаю еще такой предмет, как историография, поэтому этими историками не хочу вас грузить, как говорится. Но они считают, и я присоединяюсь, что, конечно, потом эта демократия оказалась в очень невыгодных условиях. Почему? Ну, вот в условиях, например, ордынской власти. Тут на передний план выдвигаются князья, потому что князь, попробуйте, попробовала бы община с ним вот так, знаете, как с древнерусского, как с киевских времен князь. Он сразу может обратиться за помощью в Орду, придет отряд, прибудет отряд, ну и все это могут подавить. То есть, эта демократия, вопрос это очень интересный, потому что, видите, это целое можно исследование проводить, как вот дальше это все. Она, конечно, постепенно уходит на задний план. Но, в общем, можно говорить о том, что традиции ее как-то сказываются вплоть до позднейших времен, потому что с Вечем так или иначе связаны и так называемый мирской сход в городах, а он вплоть до 18 века где-то продолжается. Так что, я думаю, что вот эти традиции, если говорить о России, то до времен Петра Великого, до времен вот этих преобразований, таких достаточно жестких, они, можно их прослеживать в той или иной степени. Что касается, соответственно, Украины и Белоруссии, то есть тех земель, на которых будут Украина и Белоруссия, а тогда это были земли литовские и польские, то там тоже постепенно, конечно, уходит вот такая демократия в прошлое. Там по другим несколько причинам, потому что там развивается довольно быстро панское, вот это шлифетское землевладение, а города, они все больше и больше переходят на магдебургское право, а магдебургское право, ну, внешне оно похоже тоже, но там уже властвует в городе не община, не вече, а коллегия наиболее богатых, наиболее знатных людей, вот как это было в коммунах западноевропейских, можно сказать. Так что, вот отвечая на ваш вопрос кратко, хотя на него кратко ответить довольно трудно, спасибо за вопрос. Вот так вот судьба этой непосредственной демократии, примерно вот так можно обрисовать. Постепенное изживание, так скажем, вступление. Ну что ж, если вопросов пока больше нет, ну, можно их, кстати говоря, мне и по почте присылать, и сюда к нам. Вот, так что я всегда готов связаться, ну, а так, спасибо за внимание. До свидания, до новых, надеюсь, встреч.